День добрый! Меня зовут Тумсу Абдурахманов, и я чеченский блогер, проживающий сегодня в Польше и ищущий здесь убежище. Но лет пять назад я не был блогером и даже не мечтал им быть. Я был обычным парнем, работающим на предприятии связи, строящим там карьеру и доработавшимся до должности заместителя генерального директора. И ничего не предвещало какой-то активной общественной деятельности, пока я случайно на одной из дорог города Грозного не повстречал кадыровского чиновника и его родственника, Ислама Кадырова, которому не понравилась моя борода, ему не понравились мои политические и религиозные взгляды. Они требовали от меня признать, что я являюсь каким-то преступником, членом или даже руководителем некой политической партии или секты. И требовали, чтобы я вздал им, привел всех членов вот этой вот моей пресловутой несуществующей партии или секты. Я вынужден был бежать, бежать из Чечни и из России, но бежать не один, так как в нашей республике действует коллективная ответственность. Мне пришлось забрать с собой жену, детей и ближайших родственников, мою мать и младшего брата. Мы уехали в Грузию. Но даже в Грузии я не собирался вести блог, вести общественную деятельность, пока в отношении меня кадыровцами не было сфабриковано уголовное дело о том, что я якобы уехал в Сирию и примкнул там к террористической организации ИГИЛ. В результате этого обвинения я вынужден был себя как-то защищать. Я стал обращаться к правозащитным организациям, давать интервью для радио, для телевидения. Очень скоро я был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Благодаря профессионализму моего адвоката и адекватности этой организации нам удалось снять меня с базы, разыкной базы этой организации. И запрос России был признан несоответствующим конституции Интерпола. Я стал впервые тогда выкладывать какие-то видео в свою защиту и стал вести свой видеоблог. Пока шла вот эта вот моя деятельность и тяжба с Интерполом, Грузия отказала мне в убежище, мне и моей семье, и моим близким. Аргументировав это тем, что наше нахождение на территории Грузии противоречит интересам государства, я вынужден был покинуть Грузию. И тогда мы все, я со своей семьей, прибыли в Варшаву, в Польшу. По прибытию мы были сразу задержаны. К сожалению, пограничники польские прибегли ко лжи. Они сказали, что я якобы пытался незаконно пересечь границу, из-за чего суд назначил мне арест в закрытом центре для иностранцев на два месяца, который затем был продлен еще на четыре месяца. Проведя шесть месяцев в закрытом лагере в Польше, в городе Пшемишел, получив там первый негативный ответ на мою просьбу о предоставлении убежища, я все же вышел на свободу, обжаловал, разумеется, этот негатив. И в скором времени я получил второй отказ уже из Совета по делам беженцев. И сейчас я нахожусь под угрозой депортации. В отношении меня заведено дело по выдворению, по принудительному выдворению. И я приглашен на термин пограничниками Польши. К сожалению, власти Польши тоже решили, что я являюсь угрозой ли государства, и меня даже включили в некий список иностранных лиц, чье нахождение на территории Польши признано нежелательным. И вот сейчас я узнал, что ОКО Пресс и Демократическая акция, они создали петицию в мою поддержку, которую уже подписали более 10 тысяч поляков, граждан Польши. И это меня очень приятно удивило. Я благодарен всем вам за то, что вы участвуете в моей истории, следите за ней и пытаетесь меня как-то поддержать. Спасибо вам огромное. Я очень хочу остаться в Польше, я хочу получить здесь убежище и жить здесь. У меня, мои дети пошли в школу, в садик, мы уже как-то интегрировались в этой стране, у меня появились польские знакомые, польские соседи, люди, с которыми я общаюсь, и которые для меня уже не безразличны. И поэтому я бы, конечно, не хотел уезжать куда-либо в другие страны, и тем более мысль даже о моей депортации в Россию, она для меня недопустима. Я бы предпочел умереть здесь и быть похороненным здесь, на польской земле. Но ни в коем случае не быть депортированным в Россию, где меня ждет нечто, что хуже смерти. Еще раз благодарю вас всех за вашу активность и надеюсь, что с вашей помощью мне удастся добиться здесь, в Польше, справедливого решения. Дженкуе барзо.